Дорогие друзья, братья и сестры, позвольте напомнить два знакомых для нас стиха из Евангелия от Луки. Первая глава, 26-27 стих. В шестой же месяц послан был ангел Гаврилл от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова имя же Деви Мария. Вы знаете, вот в книгах Ветхого Завета есть одна общая тема, которая может помочь нам с вами понять особенность рождения Иисуса Христа. Это тема о женщинах, которые не могли иметь детей. Тема о женщинах, которые не могли иметь детей. Не один раз мы с вами читаем о, ну, даже таких критических моментах в разных семьях, когда рождение ребенка было результатом вмешательства Бога. Нетрудно вспомнить, и, может быть, вы уже вспоминаете семью Авраама и Сары. Долгое время они ожидали рождения наследника, ну, необходимого для продолжения линии патриархов. Оба родителя, как Авраам, так и Сара, разделяли обычное человеческое понимание. Ну, что существует предел возраста, когда возможно иметь ребенка. Священное Писание нам с вами показывает даже сомнения этих родителей, где они полагали, что линия потомков Авраама или вот обещание Бога о том, что множество будет потомков у Авраама, Авраам будет иметь их через служанку Сары Агарь. Вскоре они поняли, что все под силу Богу, и именно от Сары родился Исаак, премник обетования. Вы знаете, вот такие вот жизненные переживания Авраама и Сары, ну, они буквально повторяются в жизни их сына Исаака. Мы читаем о том, что жена Исаака, Ревека, она тоже не могла иметь детей. Священное Писание говорит о том, что когда он женился, ему было 40 лет. И текст Писания отмечает и говорит, что молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была, как Библия говорит, неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Затем следует история Иакова, и теперь история уже его двух жен и наложниц. Иаков женился на Лии и Рахиле, но именно Рахиль была ближе к сердцу Иакова. Теперь и Рахиль по Священному Писанию не могла иметь детей. Она видела, что не рождая детей, Иакову завидовала Рахиль сестре своей и даже требовала от мужа своего, дай мне детей, а если не так, то я умираю. Сегодня проходит длительное, томительное время ожидания и молитв этой женщины. Мы читаем о том, что вспомнил Бог о Рахиле, и услышал Бог ее молитвы, и отвергся тробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала, снял Бог позор мой. Результатом этой неожиданной и очень желанной беременности становится рождение Иосифа. Итак, посмотрите, Исаак, Иаков, Иосиф – это дети неплодных женщин. Но в Священном Писании они не единственны. То же самое касается и других героев Библии – Самсон, Самуил и Иоанн Креститель. Интересно представить себе, что же значило для людей того времени не иметь детей, а именно в семье не иметь сыновей. Но жизнь древнего Израиля сильно зависела, с одной стороны, от плодородия, а с другой стороны – от домашних животных. И поэтому, если у семьи не было сыновей, семье, скорее всего, угрожала бедность и даже голод. Кроме того, если у супружеской семьи, у супружеской пары не было детей, такое часто рассматривалось, как вина женщины. И в результате для женщин неспособность иметь детей считалась большим недостатком. А иногда даже проклятием. Вот почему в Священном Писании есть истории соперничества между женами и наложницами, каждая из которых пытается превзойти в другую. И часто-часто бесплодная женщина чувствует себя неловко. Для Израиля того времени, для других народов, которые окружали Израиль, способность иметь детей или возможность иметь детей – это было даром от Бога, божественным даром. Люди понимали, что в руках Бога все природные процессы, в руках Бога плодородие земли, животных и, конечно, в руках Бога возможность иметь детей для человека. Но вера Израиля в этом вопросе была особенной, потому что они понимали, что не только в руках Бога вопрос рождения детей, но люди понимали, что у Бога в истории есть цель и есть замысел. Люди понимали, что Бог допускает бесплодие, затем чудесным образом вмешивается, чтобы осуществить именно эту цель. Тема неплодных женщин, которые все же рождали детей, имеет важное значение. Дети, рожденные в таких семьях, считаются не просто результатом естественных процессов, но зачатие и рождение, как особое действие Бога, для того, чтобы были выполнены определенные замыслы Бога. Эта тема продолжается в самом начале Нового Завета. История рождения Иоанна Крестителя, праведные родители, беспорочно поступающие по всем заповедям Бога. Но вновь повторяется история Сары, Ревеки, Рахили, жены Маноя и Анны. И Библия говорит о том, что у них не было детей, ибо Елисавета была неплодна. История повторяется не только переживанием женщины, но и вмешательством Бога. Во время служения отец будущего ребенка, Захария, он узнает о рождении сына, и ангел возвещает, что сын твой будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери. И через короткое время родственница Елисавета, Мария, получает сообщение о том, что у нее будет ребенок, особенный ребенок, он будет велик, наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь престол Давида, отца его, будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству его не будет конца. Только теперь центром внимания становится незамужняя девушка, или, как говорит Священное Писание, дева. Евангелие слуха дает нам понять, что, подобно тому, как Иисус Христос является кульминацией надежды Израиля, Мария является кульминацией темы неплодных женщин. Поэтому, когда мы с вами читаем о рождении Иисуса Христа, Священное Писание передает нам с вами особенность Его рождения, что это, с одной стороны, было непростое рождение, это было особенное рождение, как результат вмешательства Бога в ход истории человечества. Но, с другой стороны, Писание очень ясно говорит, что это было обычное и настоящее рождение. Поэтому сегодня мы с вами верим и утверждаем веру в Иисуса Христа, который стал человеком, но который был Богом. Благодарность Богу за это. Аминь.